Приветствую зрителей и подписчиков на моем канале. Сегодня мы продолжаем свое путешествие по Хакассии, по Шеримскому Райлому. Заедем сегодня опять же за село Топаново и окажемся в интересном и очень таком мистическом месте. Это пещера Кашкалак или пещера Черного Дьявола. Это вторая часть предыдущего видео, потому что наснято материала было очень много, ну и смотрим. Мы идем дальше исследовать эту пещеру. Красота прям неземная. Приходится пригибаться чуть-чуть. Ох ты, летучая мышь. Да, вот эта красота здесь. Холл. Огромные эсталагмиты. Эсталактиты как их правильно называют. Здесь видимо трещина в породе и вода течет и застывает. Так вот причудливо. Мы идем дальше. Еще. Какая красота. Да. Прям холл. Главное смотреть пупники. Реально такая мрачная атмосфера. Эти вот наносы. Будущие эсталактиты, эсталагмиты. Такие черные. Как нефть. Поневоле задумаешься о неземном происхождении этой пещеры. А мы идем дальше. Огромный-огромный зал. Скажем так. Все капает. Так. Я смотрю сюда спускаются тоже люди. Здесь есть? Нет. Наверное не спускаются или спускаются. Я так уже могу ошибаться много раз. Непонятно. Да. Потрясающе. Просто потрясающе. Так. Я подозреваю. Скорее всего она туда уходит. Мы сейчас это и проверим. Куда она уходит. Да. Сыровастый тут. Скользковастый. Оп. 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 Да. Вот здесь глина. Причем очень сыро. Народ руками что ли ее добывал. А вот он. Знаменитый Сталагмит. Наверное все таки. Да. Это Сталагмит. Рядом с ним должен быть остатки жертвенного костра. Ему приносились в жертву как люди так и животные. И вот видно как все здесь закоптилось от вида того что здесь происходило многие сотни лет. Вот такие здесь красоты. Вот он этот знаменитый Сталагмит. Да. У нас здесь еще есть выходы. Так. Куда-то. Ух. Какой здесь разлом то. Обалдеть. Ух ты. Вот это да. Вот он этот знаменитый Сталагмит. Кисталагмит. Ну а мы идем наверное дальше. Так. Да. Красота. Просто красота. Что сюда люди спускаются наверное да? Думаю что да. Потом отсюда подниматься будет тяжело очень. Тем более здесь все замылено. Прям вообще. Попробую немножко спуститься. Посмотреть что здесь есть. Блин. Здесь везде глина. Да. Потрясающая система. Обалдеть. Вот это вид. Сюда спуск есть. Но мне сюда не надо. Да. Я туда пока не хочу. Нет. Ведь туда народ все таки спускается. А зачем? А зачем туда надо спускается? Сейчас посмотрим. О. Карнабабай. Нет. Я конечно никогда не матерюсь. Но вот это вот. Я надеюсь камера это зафиксирует. Это разлом. Просто тектонический огромный разлом. Его глубина. Вот он. Надо мной. И он также уходит вниз. Попробую просветить туда. Вот такие здесь. Нет. Ну сюда меня явно не манит. Этот глубинный разлом. Это как-то не мое. Уж извините. У моих планов сегодня этого нет. Буду отсюда плавно плавно выкорячиваться. Да. С прожектором-то намного веселее было. Причем в десятки раз. А вот без прожектора это уже не айс. Совсем не айс. Ладно. Будем возвращаться к этому фаллическому сталагмиту. Оставляем за спиной. О. Летучая мышка. Этот гигантский паролом. Или провал. Куда я в одно рыло не хочу лезть. Ну. Скажем так. Идем сюда. Вовремя севший прожектор. Ну и разумеется фонарь налобный. Не дали мне сделать очередную глупость. И как я считал что я нахожусь в конце пещеры. Но я очень сильно ошибался. На тот момент я прошел около одной трети пещеры. То что я считал по мнению местных разломом. Геологическим уходящим. Чуть ли не на триста метров. По карте схеме. Которую я позже нашел в интернете. Оказалось. Это всего лишь навсего небольшой такой спуск. Колодец. На нижний ярус этой пещеры. Веревок у меня с собой было ну около десяти метров. Если не считать страховочный. Один жумар. Обвязка. А спускаться мне бы пришлось более пятнадцати метров по веревке. Поэтому я сделал правильный выбор. Что отказался от спуска. Неизвестно хватило бы мне веревки. Или бы мой спуск перешел в свободное падение. Ну а теперь немножко об истории этой пещеры. Как говорилось ранее эта пещера была облюбована еще кочевниками. Скажем так в век до железного. То есть каменный век. Там разумеется были свои шаманские атрибуты. Ее обживали не только племена обитавших здесь. Во время великого переселения народов. Гуннов и остальных племен. А также и местные кочевники. Длина данной пещеры составляет 820 метров. Глубина залегания самого нижнего грота составляет 49 метров. Ну а теперь вкратце и пробежимся по гротам. В том месте где я стоял. Где находился непосредственно сам вот этот фаллический символ. Которому приносили жертвы. Это грот спальный назывался. Я находился на плите. С которой открывается вход в колодец. Глубиной ну примерно где-то по моим прикидкам 15 метров. То есть даже при самом позитивном раскладе. Верья бы у меня не хватило спуститься вниз. И тем более такие спуски на таком верье как у меня. Как бы не очень благополучно могут закончиться. И я сам это понимаю. Что вытаскивать меня оттуда никто не будет. Ежели мы спустимся вниз. Даже предположим у нас будет верье. 15 метров мы спускаемся. И попадаем в грот энтузиастов. Вот он как раз на фотографии внизу. Далее пройдя вниз по гроту энтузиастов. Мы попадаем в грот скелет. Вот он изображен на фотографии. Далее у нас будет с грота скелет небольшой колодец. Опять же на веревках. Это 15 метров спуск. В грот обвальный. Чтобы попасть из грота обвального в грот армейцев. Который находится чуть выше грота обвального. Нам придется преодолеть на веревках опять же колодец. Глубина которого составляет 8 метров. Поднявшись по колодцу 8 метров из грота обвального. Мы попадаем в грот армейцев. Это небольшое такое помещение. С несколькими восходящими. Такими я бы сказал ответвлениями вверх. И вот получается мы дошли бы до нижнего яруса. Разумеется веревок бы у меня не хватило. Аккумуляторов у меня не хватило. Так как пещера почти 1 км длиной. А у меня как бы рассчитано все на маленькие пещеры. То есть от 40 до часа времени пребывания внутри пещеры. Ну и веревки разумеется в районе 10 метров. Плюс у меня один жумар. То есть подняться 15 метров. Ну с моей не очень хорошей физической подготовкой на одном жумаре. Ну я думаю мне бы это было бы проблемно. Плюс там не один колодец. Их очень много. Но опять же вернемся к схеме пещеры. Если проделать обратный путь из грота армейцев. Через колодец 8 метровый спуститься в грот обвальный. По нему пройти. Подняться по колодцу 15 метровому в грот скелет. И пройти через небольшой залаз в грот энтузиастов. Пройти по наклонке немножко подальше. От того места где бы мы спустились предположительно. 15 метров по веревке. Мы бы оказались в колодце. Высота которого 9 метров. Поднявшись на веревках. Мы бы оказались в ходе метрополитен. Это такая прямолинейная галерея. Которая в принципе не изобилует никакими опасными моментами. Единственное внизу будет виднеться небольшой уход вниз. Если мы пройдем дальше ход метрополитен. То мы окажемся в более пологом. Скажем так. Гроте погибшей погоды. Он у нас указан на схеме. В последнем кадре. Грот погибшей погоды. Я конечно про него слышал много интересного. Что да. Там даже ночуют люди. То есть это как бы самая верхняя точка этой системы. Кушкалакской. Но к сожалению. Я не смог пройти все 100% пещеры. Я прошел в лучшем случае 25. Но от силы 30% этой пещеры. То есть я побывал в одном только гроте спальной. Но показал вам самое интересное. Это вот скажем так. Этот вырост породы. Сталагмит, сталактит. Как его правильно. Меня может поправят умные люди в комментариях. Я надеюсь. Но как бы силы я свои тоже рассчитываю. Головой я думаю. Когда я хожу в одиночные такие выходы. Было бы хотя бы человека 2-3 еще. С надежными веревками. Альп снаряжением. Да. Я бы с удовольствием прошел весь этот. Всю эту систему. Но. Идти в одно рыло. Неизвестно куда. Неизвестно кто вбивал эти крючья. У меня как-то нет никакого желания. Закончить свои дни. Где-то на дне этих гротов. Поэтому. Смотрим дальше. Ну что ж. Я надеюсь. Все таки я побываю. Не только в этой пещере. Пройду ее полностью. Но и во многих других пещерах. А пока. Наслаждаемся. Видом. Кушкавакской пещеры. Или пещеры черного дьявола. В которой я побывал. И скажем так. Ничего сверхъестественного. Либо пугающего. Я в ней не заметил. Пещера меня приняла. Очень тепло. То есть. Не было никаких эксцессов. Ни камнепадов. Ничего. То есть. Система абсолютно дружелюбно отнеслась ко мне. Мне. Мне поход в пещеру Кушкавакскую. Систему Кушкавакских пещер. Доставил только положительные эмоции. Про какие-то негативы. Я вообще бы не сказал. Что они там есть. Но опять же. Я прошел только 30%. Может быть. Если бы. Было такое. Я бы всю ее прошел. Ну. Что есть. То есть. Ну. Короче. Спустился я в этот лазик. Небольшой. Там он открывается. Еще одна. Галерея. Тут шкурник. Такой небольшой. Где-то в полметра высотой. Надо пролезть. Эхо знатное. Залез я сюда. И думаю. Зачем я сюда залез. Если это вход. В тот. Скорее всего. Разлом. В общем. Никакого желания. У меня нет. Туда лезть. До конца. Все исследовать. Но. Тем не менее. Охота. Ой. Как охота. Слазить. Посмотреть. Что там. Пролезу. Или я здесь. С рюкзаком. Скорее всего. Нет. Ну. Ладно. Так уж и быть. Если я сюда приехал. Надо. Лезть. И разведывать. Сейчас. Рюкзак. Надо еще скинуть. Как-то. Мудриться. Блин. Сука. Тут места вообще нету. Развернуться нету. Места. Оп. Так. Сейчас. На какую сторону его сваливать то. На эту. И пойду. Рюкзак. Газарю. Рюкзак. Косочек. Ух. 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 Ах. Придется софит оставлять. Пора. Потому что здесь не реально будет идти. тяжело здесь передвигаться, честно скажу, очень тяжело, я даже на вогтях подняться не могу, настолько здесь тяжко идти, так еще один боковой ответвление, мой фонарик блестит вместе с рюкзаком, так, иду, 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 опять иду, так, куда я приду интересно, так, еще какая-то система очередная, здесь хоть не четвереньким можно встать, так, а какое пролезти здесь ух ты, вы это слышали? это было действительно громко, короче, это отвесный спуск, я так понимаю, вон туда, вон, самая центра этих колодцев, так, попробую высветить, вон оно, куда, не хотел бы я сюда, если честно, грусть-печаль то есть это у нас уже получаются как бы специальные ходки для людей, у которых есть все для этих целей, то есть вот он, грандиозный спуск вниз, так вот здесь видно, что вбиты специальные крепи, вот они, и вон туда они спускались, так, ну да, это вот он, провал, по одной еще информации, где-то в районе Туима и по Хакасии от соленого озера идет земной провал, геологический, или как его называют, вот поставлю там дополнительную ссылочку, как он называется точно, в общем, вот этот провал, якобы он находится вот под этой пещерой, и вот туда минус четыре этажа вниз, вот, а мне вот как-то туда вообще не охота ни разу, еще вот такой залик, здесь крючья для спуска, здесь вот, оп, еще одна ямка была, мы ее завалили глыбой, так, а я отсюда буду задний ход давать, граждане, товарищи, в одну жилу на четыре этажа спускаться, не, это как-то мне неинтересно, вот такие здесь виды, в этой пещере черного дьявола, сделаю пару фотографий, а рюкзак у меня, вон, шкурник, и видно, отсвечивает отражатель прожектора, с которым я уже здесь, ну, не смогу пробраться, так что такие вот красоты здесь, вот оно как, все красиво, почти соты, вода, да, это вода, так что такие вот дела, а я буду выходить, вот оно как, все красиво, вот оно как, все красиво, Продолжение следует...